О домашнивании животных, мореплавание в каменном веке, возникновение морали в человеческом обществе. Все это вопросы, которые изучает антропология. Каюсь, лично я долгое время пребывала в счастливом заблуждении, что объектом исследования антропологов является всего лишь происхождение человека. В общем, сейчас нам предстоит интересный разговор со Станиславом Дробышевским, антропологом, кандидатом биологических наук, доцентом кафедры антропологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова, научным редактором научно-просветительского портала антропогенез.ру, финалистом премии «Просветитель» 2017 года. Здравствуйте. Здравствуйте. Знаете, у меня сразу первый вопрос. Версии программ на канале РЕН-ТВ о происхождении человека от инопланетян вы начисто отрицаете? Ну, как бы они сами себя отрицают. Это уже сколько есть всяких фото-жап, что там в 5 утра они рассказывают это, в полдень это такое, это вечером следующее. Ну, поэтому там не надо отрицать, это просто поток бреда, который генерируется на ходу. И за это время много чего происходило, и поэтому детали мы еще можем уточнять много-много. А их интересно уточнять, даже если они напрямую не относятся к нашим предкам, а это какие-нибудь хоббиты на Флоресе, да, но они все равно показательны, потому что если мы видим, какая у них была судьба, что с ними случилось и почему с ними случилось, а они вымерли, то чисто в теории, по крайней мере, мы можем себя предохранить от этого и избегнуть такой же судьбы. То есть если мы узнаем, что, допустим, слишком хорошая жизнь этих хоббитов на Флоресе привела к тому, что у них мозги с килограмма усохли до 400 грамм, то, может быть, нам не надо слишком хорошие условия. Вот. И за последние 25 тысяч лет у нас мозги тоже усохли на 100 грамм. Ну, не как у хоббитов, но, в общем, мы стремимся к этому примерно теми же темпами, надо сказать. Вот. Другое дело, что хоббиты, конечно, начинали с сашельской культуры или, там, чуть ли не сгалечной, ну, как бы заведомо гораздо, ну, с пятикантропов, да, стартовали, а мы все-таки с сапиенсов, ну, у нас зазор больше, там, как бы, есть еще куда деградировать. Но это настораживает. И то же самое, там, при неандертальцев можно говорить, там, много еще про кого. То есть изучение вот этих альтернатив показывает, что и с нами может случиться. Ну, допустим, там, парантропы, да, вот они ударились в вегетарианство, и теперь мы их изучаем в виде скелетов. И, может быть, одна из главных проблем современного человечества, что у современного человечества сейчас нету никаких сложных задач, которые бы приводили к отбору на интеллект. То есть сейчас любой дебил может прекрасно плодиться, размножаться, питаться, ему тепло, хорошо, чудесно. Он выживет, и плодиться будет еще больше, чем все умные. И у нас нет никакого отбора на интеллект. Допустим, какой-нибудь охотник-собиратель в лесу, да, или в саванне, у него есть отбор. То есть если он дурак, он помрет с голоду банально, или его, там, съест какой-нибудь медведь, там, леопард, там, кто-нибудь еще. А если он умный и умеет, там, что-то шить, там, делать одежду, разводить огонь, орудия труда, придумывает какие-нибудь самострелы, там, ловушки для животных, тогда он выживет. А это развитие мозга. И у нас сейчас нету не только какого-то вот потенциала для развития большего. Ну, вот у нас есть, там, 1250, там, 1350 грамм мозгов, да, и нет такой задачи, чтобы мозгов стало полтора кило или два кило. Вот зачем они эти два кило, если, в принципе, и так все, как бы, существует. И у нас даже для того, чтобы, вот, в нынешних условиях жить, и то, и вот этих наших 1200 грамм не особо надо, как бы, можно и без них. Но другое дело, что этот же процесс может быть такой волнообразный. То есть, если современная такая чудесная жизнь расслабленная приведет к тому, что мозги уменьшатся, вот эти следующие поколения с маленькими мозгами не смогут поддерживать этот свой чудесный уровень жизни. И тогда снова пойдет отбор на повышение. Ну, и меня лично еще всегда утешает, что не на всей планете люди живут так же прям кучеряво. То есть, сидя в большом городе, в мегаполисе, да, всегда можно рассуждать, что вот, мы такие все расслабленные. Но отъехавши, там, не знаю, 20 километров от города, уже мы встречаемся с первобытным общинным строем. Вот, и там уровень, ну, в лучшем случае, раннего железного века, местами и неолиты. И там натуральное хозяйство по полной программе, борьба, там, с силами природы, и там отбор идет. Вот, то есть, они могут быть, эти люди, там, ну, какие-нибудь диковатые по лесам, там, по полям бегающие, да, быть необразованные. Ну, какие-нибудь, там, бушмены, они, там, не читать не умеют, не считать, там, дальше трех, да. Но они-то как раз самые умные и есть. Они потенциал для будущего развития человечества. Потому что они этот свой интеллект направляют на конкретные проблемы выживания. И без этого они, в принципе, жить не могут. А наш интеллект – это как раз наша фишка. Вот то, что я говорил, это наша специализация. Вот, и вот печально, что как раз население городов – это специализация разбазаривает, теряет. Вот, но, с другой стороны, города, они генетически ничего особо не решают. То есть, тут есть такой феномен, что, с одной стороны, в больших вот этих суперблагополучных поселениях живет большая часть населения планеты, там, что-то 70% или больше, я не помню цифры точные, но размножаются-то, на самом деле, деревни. То есть, если посчитать, сколько кто там плодится, кто умирает, то города – это уничтожители генетического материала, там, рождаемость меньше смертности. А в деревнях все чудесно и с отбором, и с размножением, и они, собственно, следующее поколение дают. Последний вопрос. Я сначала сомневалась, к вам ли он по адресу ли он, но после того, как вы сказали про вегетарианство, поняла, что да, по адресу. Сегодня одна из популярных тем – вот это самое веганство, даже не вегетарианство, а веганство уже. И говорят, что… Ну, и есть разные точки зрения на это дело, да? Одни говорят, что без мяса человек обойтись не может, и что вегетарианство вредит ему чисто биологически, другие говорят, что веганство – это вообще наивысшая, наивысшая на настоящее время точка развития человека. Вот вы к какой категории относитесь? Я отношусь к той категории, что если кому-то хочется, да ради бога, как бы пусть травится там или в жидках ему заблагорассудится. Главное, чтобы остальным вокруг было спокойно от этого. Человек, он возник как всеядное существо, это просто научный факт. И наши предки ели все вообще. То есть такую гадость, которую люди ели, никто там, включая свиней и медведей, не ест. Если жили на берегу моря, ели, что выкинет в море, или там ловили какими-то цветями. Если жили где-нибудь в пустыне, то питались там тем, что можно добыть в пустыне. Жили где-нибудь там в арктической тундре, питались моржами, не знаю, там, оленями, да. Жили в саванне, там, кто пасется в этой саванне. И так вот, ну, где жили, что вокруг шевелилось и росло, и пахло более-менее приятно, то и ели. Поэтому человек, в принципе, физиологически может быть вегетарианцем. Это научный факт. Ну, и существование вегетарианцев показывает, что да, можно, но только и достижения будут, как у вегетарианцев. То есть пока, допустим, Китай, Япония и Индия были фактически вегетарианцами, да, питались там одним рисом каким-нибудь, ну, и что они там еще ели. И там чуть-чуть какой-нибудь рыбы, и то там где-то побережье, и немного кто это вообще мог себе получить. Мяса в еде практически не было, но у них и был рост метр пятьдесят. И даже китайцы с ростом метр пятьдесят там с кепкой японцев называли карлики с островов. То есть когда полутораметровый человек кого-то называет карликом, это уже как бы на что-то намекает. И те же индусы, да, ну, у них, конечно, там культура и все дела, но средний как бы индус, низший касты какой-нибудь, ну, и там не сильно крутой, если он там не какой-нибудь брахман, то он тоже, собственно, ростом метр пятьдесят с копейками, и он не особо как бы каких-то там великих достижений достигает. А как только эти страны перешли на более-менее нормальное питание, маломальское, ну, хотя бы там молоко пить, тут же и японцы, и китайцы, да и индусы стали вполне среднемирового роста, а местами даже и обогнали. И тут же у них поперла и наука, и все на свете, и сейчас там прекрасные страны, промышленные развиты, все у них хорошо. Сколько людей, столько и диет, по большому счету, и в хорошем варианте эти диеты должны быть, ну, более-менее похожи на то, чем питались предки. Потому что это же все через пищеварительный тракт идет, и там выделяют свои ферменты. А ферментные системы разные, это как бы изучается активно и прекрасно известно. Ну, там, усваиваемость крахмала, например, у земледельцев, которые уже много тысячелетий земледелем занимаются, она лучше в разы, чем у охотников-собирателей, например, которые там мясом больше питаются. Или у скотоводов еще лучше, которые там одним молоком, допустим, питаются мясом с бараниной. А у тех будут свои ферментные системы, которые переваривают жир, допустим, и у них не будет там ни атеросклероза, ничего такого там у тех же вот северных народов. Но зато крахмал им будет не то, что противопоказан, но с трудом все-таки переноситься, и больших количеств плохо будет. Так что можно, но и зависит еще, кстати, очень сильно от возраста. То есть одно дело, когда взрослый человек, который вырос на нормальной еде с мясом, вдруг ударяется в веганство и начинает питаться одной картошкой, ну, в принципе, да, он протянет, у него уже организм сформировался, у него кости готовы, и все уже дальше только тащать немножко, и все, ну, и там теплится как бы на вот этом уровне. А другое дело, если это ребенок, у которого формируется скелет, у которого все на свете растет, и самое-то главное, мозги растут, а нервная система, она такая сильная энергозатратная, и мы его начинаем кормить одним горохом, да, ну, он вырастет, в принципе, он не умрет. Это как бы практика показывает, что да, он вырастет, но у него будет куча проблем в жизни. Причем они, может, будут не очевидны, но они точно будут, потому что это статистика. То есть отдельный человек может быть и ничего. А если мы возьмем тысячу человек, то из этой тысячи кому-то будет совсем плохо. Ну, и как вот кто-то, я не помню, кто очень хорошо выразился, что можно питаться как йоги, да, там, по рисинке в день, ну, и достижения будут как у этих йогов. То есть когда он сидит в тропическом климате, стутками не шевелится, энергозатраты у него никакие, интеллекты у него он не проявляет вообще ни разу, он там где-то в нирване витает, и вообще не факт, что живой, как бы, да, уже несколько дней. Вот, ну и да, он по рисинке в день, в принципе, нормально может так тянуть. И то еще надо камеру слежения ночью поставить, куда он бегает по ночам. Ну, вот, так что можно, но надо ли, это как бы большой вопрос, и я бы не рекомендовал становиться веганами. Ну, если у человека нет какой-нибудь там непереносимости чего-то, там, что-то такое, зачем смысл? То есть обычно тут какие-то этические мотивы, что там бедные овечки, мы же их, значит, едим, им там плохо. Ну, во-первых, если бы не люди, то овечек бы этих и не было как факта, да, их бы ели волки, ну, как бы не мы, ну, их было бы меньше, там, в тысячу раз, и их ели бы волки, или они, там, дохли бы от болезней. А во-вторых, мне все время непонятно, почему, когда мы едим овечку, это, значит, она страдает, она несчастная, а когда я ем какую-нибудь морковку, ну, морковки, понятно, нет, конечно, нервной системы, но я ее тоже, как бы, убиваю. Морковка выращивает вот этот свой, там, корнеплод не для того, чтобы я ее съел, а для того, чтобы на следующий год дать цветонос раньше всех, и чтобы все пылители бы ели ее, и она победила в гонке за выживание. А тут я прихожу с лопатой и сжираю ее, значит, с хрумканью, ну, елки-палки, то есть я обламываю ей весь генеративный цикл, причем за год, как бы, да, совершенно гадски. Овечки-то я хотя бы даю расплодиться, у овечки-то есть потомство, вот, а у этой конкретно морковки уже не будет, ну, что там, как бы, стимной фон другой. Так что тут этические все эти мотивы, они какие-то крайне сомнительные, на мой взгляд. Ну, это тоже не мои, прямо, скажем, мысли, все на это пальцем показали веганам, ну, если кому-то хочется развлекаться, я еще к этому отношусь так, что я-то не веган, и детишки мои тоже здоровы, поэтому, если кто-то понижает свои, как бы, репродуктивные планы, да, в будущем, в следующих поколениях, то моим детишкам больше ресурсов достанется, да ради бога, хоть там травитесь все, чем угодно. Вот, тогда у моего личного потомства будет больше шансов на выживание, ну, ради бога, если кто-то хочет улучшить мои шансы, я всегда за.